Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В Лиге конференции состоялись матчи второго раунда квалификации. Ворсла и Сочи не проиграли, а молдавский Мил Сами уступил восьмером. Домжале Словения, Хонка Финляндия 1-1. Один из голов забил Якупович. Оба коллектива не проигрывают на данный момент по шесть последних матчей. Кауно Жальгерес Литва, ТНС Уэльс 0-5. Видимо, валийцы прошли дальше. Даниэль Дэвис заработал три очка по системе гол плюс пас. А вот другому клубу из Уэльса не повезло. Приштина Косово, Конах Скай Уэльс 4-1. Ответный матч через неделю. Фольгоры Санмарина, Хиберниан Смальта 1-3. Мальтеец Грек забил два гола и отдал результативную передачу. Чукарички Сербия, Сумгаид Азербайджан 0-0. Сербский коллектив не проигрывает на протяжении восьми игр. Астана Казахстан победила Арис Грецию 2-0 и увеличила беспроигрышную усилию до четырех встреч. Хорват Марин Томасов, автор двух мячей. Арарат Армения, Шлёнск Польша 2-4. Поляки не уступают четвертую игру к ряду. Роберт Пих из Словакии забил дубль. Пеневежа с Литва, Вайводина, Сербия 0-1. Вайводина имеет шесть матчей без поражений, две победы и три ничьи. УПС Финляндия, Ворскла, Украина 2-2. Ворскла не удержала победу, пропустив в компенсированное время. Полтавский клуб не проигрывает четыре игры к ряду. РФШ Латвия уверенно переграл Пушкаш Академию Венгрия 3-0. Гости впервые проиграли в семи последних играх. Серб Лимаич забил дубль. Карабах, Азербайджан, Аждот. Израиль 0-0. Следующую игру пропустит Максим Медведев. Аждот в четвертую игру не может никого победить. Мольда, Норвегия. Сервет, Швейцария 3-0. Мольде побеждает в номинации «Самые длинные фамилии». Сервет за последние десять матчей победил лишь один раз. Аустрия, Австрия, Брейдаблик. Исландия 1-1. Брейдаблик имеет шесть матчей без поражений, а Аустрия 8. Сочи, Россия, Кишля, Азербайджан 3-0. С учетом последних товарищеских игр, Сочи имеет три победы. Кристиан Набо оформил гол плюс пас. Напомню, кто проигрывает по сумме двух матчей, тот прекращает борьбу в Еврокубках. Олимпия, Словения, Биркеркара, Мальта 1-0. Здесь стоит напомнить, что правило выездного гола отменено. Дюди Ланш, Люксембург, Богемиан, Ирландия 0-1. Дюди Ланш пять матчей не побеждает, а Богемиан наоборот не проигрывает пять встреч. Динамо, Тбилиси, Грузия, Макаби, Хайфа, Израиль 1-2. Надо отметить, что это была равная игра. Динамо проигрывает четвертую игру к ряду, все с одинаковым счетом. Эльфсбург, Швеция, Милсами, Молдавия 4-0. Милсами удивил одним ударом за всю игру, а также тремя удалениями. Эльфсбург имеет четыре победы к ряду. Хамарбю, Швеция, Марибор, Словения 3-1. Сельмани из Косово сделал хитрик и увеличил беспроигрышную серию Хамарбю до 7 матчей. Гзира, Юнайтед, Мальта, Риека, Хорватия 0-2. У Риеки самая длинная беспроигрышная серия из всех просмотренных клубов. 11 матчей. Виктория, Чехия, Динамо, Брест, Белоруссия 2-1. Победный гол на счету Чеха, Филиппа Каши. Виктория за последнее время выиграла 8 матчей и одну свела в ничью. Копенгаген, Даня, Торпедо, Жодина, Белоруссия 4-1. Гол в компенсированное время оставляет шансы белорусам. В составе победителей Камил Ивильчик забил дважды. Петрокуб Молдавия, Севаспор Турция 0-1. Севаспор на 95-й минуте упустил шанс забить пенальти и увеличить счет. Турецкий клуб побил рекорд Риеки. У них 17 матчей без поражений подряд. Но один белорусский клуб все-таки одержал победу. Динамо, Батуми, Грузия, Батэ, Белоруссия 0-1. Батэ не проигрывает 11 матчей везде. Локомотив, Пловдив, Болгария, Словацкая, Чехия 1-0. Чехии прервали беспроигрышную серию из 11 матчей. Аполлон, Кипр, Жилина, Словакия 1-3, 20-летний Ян Бернат забил два мяча. Аполлон не побеждает пятую игру. Айл, Кипр, Влазня, Албания 1-0. Айл одержал первую победу за 12 матчей и в этой игре должен был побеждать минимум со счетом 3-0. Судува, Литва, Раков, Польша 0-0. Команды решили не прерывать свои положительные серии. У Судувы 7 матчей, у Ракова 6 без проигрышей. ЦСКА, София, Болгария, Лиепая, Латвия 0-0. Чемпионат Латвии еще не стартовал, а это значит, что Лиепая подойдет к ответной игре через неделю с отрезком из 9-ти игр. Еще один нулевой счет. Спартак, Тарнава, Словакия, Сепси, Румыния 0-0. Гости увеличили серию до 8 матчей без проигрышей. Теута, Албания, Интер, Андорра 0-2. Теута проигрывает четвертый матч к ряду. 34-летний испанский нападающий Сальдевела забил дубль. Рига, Латвия, Шкенди, Северная Македония 2-0. Украинец Вакулка забил второй гол в игре. Шкенди имеет 3 поражения к ряду. Ля Чалбания, Университете, Румыния 1-0. Дэйен Зарупица, автор гола. И может победить в номинации самых интересных фамилий. Шкупи, Северная Македония, Санта-Клара, Португалия 0-3. 0-3 на выезде, это почти гарантированный проход. Карлос Карвалью забил в третьей игре подряд. У Санта-Клары 4 матча без поражений. Орда, Болгария, Хапойль, Бершева, Израиль 0-2. Грубейший матч с 11-ю желтыми карточками. Интересно отметить, что Орда из 9 ударов ни разу не попала в стовор ворот. ХБ Фареры неожиданно крупно обыграли будущность Подгорица-Черногорию 4-0. Шибыльский забил дубль и довел количество поражений будущности до 3-х. Напомню, клуб оба раза проиграл в квалификации Лиги Чемпионов, откуда попал сюда. Базель, Швейцария, Партизани, Албания 3-0. Валентин Штокер, автор двух мячей. Партизани уступают впервые за 5 матчей. Сутиеска, Черногория, Макаби, Тель-Авив, Израиль 0-0. У Сутиески за последнее время 4 ничьи и 1 минимальная победа. Велиш, Босния, Айк, Греция 2-1. Велиш в последний раз проигрывал в феврале в товарищской игре российскому нефтехимику. Сейчас у команды 21 матч без поражений. ФК СБ, Румыния, Шахтер, Казахстан 1-0. ФК СБ или Стяоа по-старому имеет 5 матчей без проигрышей. Ларн, Северная Ирландия, Орхус, Дания 2-1. Ларн прошел в прошлом раунде в Алийске Баллотаун и имеет отрезок из 4 матчей без проигрышей везде. Далее видим ряд команд, почти обеспечивших себе места в следующем раунде. Гент, Бельгия, Валеринга, Норвегия 4-0. Валеринга не нанесла ни единого удара за всю игру. Пожалуй, у них нет уже шансов. Норвежская команда не побеждает 4-й матч. Хиберниан, Шотландия, Санта-Колома, Андорра 3-0. В матче было 3 удаления, причем победители играли в меньшинстве с 29-й минуты. Мартин Бойл из Австралии забил дубль. Его команда не уступает 5-ю игру. Абердин, Шотландия, Хекин, Швеция 5-1. На дубль шотландца Левиса Фергюсона ответил Александр Еремеев, у которого шведское гражданство. Линфилд, Северная Ирландия, Борос, Босния 4-0. Еще одна пара, которая встречается впервые в истории и, пожалуй, тут тоже все ясно. Дрита, Косово, Фейнорд, Нидерланды 0-0. Фейнорд был на 3 головы выше соперника, но непонятно, как не забил. Отметим, что у Дриты в последних 10 матчах всего лишь один проигрыш. Погонь, Польша, Осиек, Хорватия 0-0. Все решится в ответной игре, Осиек не проигрывает 5-й матч к ряду. Ульпиш, Венгрия, Вадуц, Лихтенштейн 2-1. Гости в конце игры использовали свой единственный шанс. Хабнар, Фьордюр, Исландия, Руссенбург, Норвегия 0-2. Эти команды ранее встречались. В 2017 году в товарищской игре была зафиксирована ничья. Руссенбург имеет сейчас 3 победы и 2 ничьи в различных турнирах. Партизан, Сербия, ДАК, 19-0-4, Словакия, 1-0. К этой паре присматривается Сочи, если пройдет Кишлюк. У партизана 5 сухих побед и 1 ничья за последний период. Хайдук, Хорватия, Тобол, Казахстан 2-0. Тобол выступил слабо, всего лишь один удар за всю игру. У соперника этот показатель в 16 раз больше. Марин Любичич забил дважды. Дандолг, Ирландия, Ливадия, Эстония 2-2. Удивительный матч. Все голы были забиты уже к середине первого тайма. Более того, на третьей минуте счет был 1-1. Богдан Ващук, имеющий эстонское гражданство, забил дубль. Валюр, Исландия, Бурюк, Лимк, Норвегия 0-3. Патрик Берг из Норвегии, автор двух мячей. Валюр проиграл в четвертой игре к ряду. Шахтер, Солигорск, Белоруссия. Фула, Люксембург 1-2. Белоруссия дарит надежду чемпиону Белоруссии. Ответные игры пройдут через неделю. Сочи и Ворскл сыграют вновь в 19-0-0. Смотрите результаты первого тура футбольного турнира на Олимпиаде. Смотрите, кто попал в группу Лиги Чемпионов. Становитесь спонсором нашего канала. Услышимся!